Асель Сирикбай У меня есть два балла, и теперь надо третий завоевывать. И хорошо сыграть, конечно, на турнире. Первый международный фестиваль или по-другому суперфинал чемпионата Московской области по шахматам проходит в Ершово. 120 участников из разных стран мира – Индия, Таиланд, Армения, США. И это далеко не вся география участников. 19 гроссмейстеров, 13 международных мастеров – лучшие из лучших в Одинцовском округе. Мы собрали необходимое количество иностранцев для того, чтобы этот турнир имел нормы международного гроссмейстера и международного мастера. То есть их больше 20. Соответственно, теперь у нас участники имеют возможность, особенно наши молодые таланты, и не только Московской области, но и Москвы, и других областей, которые приехали сюда. Многие чемпионы мира среди детей здесь участвуют. Вот они имеют возможность выполнить международное звание. Соревнования проходят в трех дисциплинах. Блиц, быстрые шахматы, а также классика. Екатерина Смирнова уже успела ощутить настоящий триумф. Стала победительницей в Блице. Но, как признается спортсменка, расслабляться нельзя. Впереди игра с чемпионкой Таиланда. Покрепче играть, понадежнее, чтобы все защитить. Ничего не жертвовать. Я люблю атаку, но надежно, без особого риска. Поставить королю соперника мат, то есть взять его в плен своими фигурами, так, чтобы у него не было возможности выйти из-под атаки. Каждый из присутствующих здесь преследует только одну цель. А еще призовые в размере трех миллионов рублей – отличный стимул для победы. Как говорится, шах и мат. Мы соответствующий призовой фонд под него организовали. И, соответственно, это привлекло для участия многих, что очень важно, и что обеспечило нормы гроссмейстера, именно гроссмейстеров. Первый международный фестиваль стартовал 22 февраля и продлится до 2 марта. Впрочем, организаторы заверили, теперь это станет ежегодной практикой. Чтобы наши спортсмены не зависели от международного спортивного сообщества, а имели возможность завоевывать титулы и звания у себя на родине. Татьяна Верняковская, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».